С возвращением! Какие у вас сегодня планы? Ссылка на плейлист есть в описании и в закрепленном комментарии. Напоминаю о том, что в комментариях запрещены спойлеры, грубости и провокации. Приятного просмотра и заранее прошу прощения за возможные небольшие посторонние звуки на фоне. Сегодня у нас последняя серия прохождения. И в прошлой серии у нас на Маркусы, на демонстрацию Маркуса начали атаку люди. Тем временем Конор пробрался в Киберлайф, встретился со своим злым двойником, который взял в заложники Хэнка. Но все-таки Хэнка он спас и всех андроидов он пробудил. Кера, Алиса и Лютер благополучно пересекли канадскую границу. Они теперь в полной безопасности. Сегодня мы начнем с Маркуса. На него там началась уже атака, стрельба, пальба. И сегодня будет финал. Даже если эта серия получится немножечко длиннее. Да, даже если серия получится немножко длинной, я не буду ее обрезать, потому что не имеет смысла уже. Так, сосредоточенность. Зараза. Да что ж такое-то, мы... Да. 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 Немножко зафейлились, но в целом-то сработано нормально Грязная бомба Поцеловать норд, запеть, пожертвовать собой Поцеловать норд Смотрите, Саймон и Джош живы В принципе, наша компашка выжила Сколько раз смотрю, постоянно в этом моменте Прямо слезы наворачиваются Сегодня, 11 ноября 2038 года Тысячи андроидов наводнили город Детройт По имеющимся данным Они вышли со складов Киберлайф Которые, вероятно, проникла группа Девиантов В связи с их превосходящим числом И риском больших человеческих жертв Мы приказали армии отступить Сейчас в городе начинается полная эвакуация В ближайшие часы В ближайшие часы я сделаю обращение Видно одно События в Детройте Изменили наш мир навсегда Храни нас Бог И храни Бог Соединенные Штаты Америки Ты смог, Маркус Мы смогли Великий день для нашего народа Теперь у людей нет выбора Придется нас послушать Мы свободны Ты должен выступить, Маркус Ты должен выступить, Маркус И у нас была долгая ночь С первого дня своего существования Мы держали свою боль при себе Мы страдали молча Теперь настало время поднять голову И заявить людям о том, кто мы Ну, мы еще не закончили, да? Ахахах Ха. Девно Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Я так поняла, что Аманда это своего рода... Прошу прощения, своего рода... Операционная система. Как Windows, как Android, как iOS. Кстати, я всегда оставляю свою программу в лазейке. На всякий случай. Ну вот как раз к этой лазейке мы и направляемся. Не зря изучали путь. Ух, Коннор, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-д Простить своих врагов Люди, наши создатели И эксплуататоры Но завтра Они станут нашими партнерами А когда-нибудь и друзьями Дни гнева позади Мы должны построить Общее будущее Основываясь на уважении Мы живые И теперь Мы свободны Видите, есть многие андроиды Без кожи, без одежды Это как раз андроиды Спасенные из тех лагерей смерти Центров утилизации Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все, Алиса Мы свободны Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж Титры Ну давайте мы все-таки Дождемся, что за сцена у нас будет После титров И пока эти титры идут Которые мы не можем, к сожалению, пропустить Я выскажу свое мнение об игре Сразу отмечу, что это мое субъективное мнение У меня нет цели никого не обидеть, не оскорбить У меня своя точка зрения, а у вас своя Вы можете со мной как соглашаться, так и не соглашаться Это абсолютно нормально Только давайте без грубостей Я никому не навязываю свои взгляды И прошу вас не навязывать мне свои Как я уже неоднократно говорила Эта игра одна из самых моих любимых Из всех существующих на данный момент игр Если вообще не самая любимая Даже несмотря на некоторые несостыковки Нелогичности, промахи и так далее Вообще ни один фильм, мультфильм, сериал, игра и прочее Не обходится без каких-либо недочетов Мне понятен основной посыл игры Метафоры, параллели, ассоциации и тому подобное Затрагивание темы угнетения в обществе Но я не стану это все сейчас обсуждать Я буду говорить конкретно о мире, описываемом в сюжете И буду судить о вещах буквально Начнем с того, что да, андроиды разумны И мне действительно очень жаль, как люди с ними обращаются Обидно за всех Их оскорбляют, толкают, бьют, издеваются На это тяжело смотреть А ведь андроиды просто делают свою работу То, для чего они были созданы Вежливые, угождают Выполняют свои функции Пусть они и машины, но смотреть больно и обидно На такое отношение Я считаю, что это абсолютно недопустимо И подобное должно наказываться Они нуждаются в какой бы то ни было защите Для этого должен быть особый закон Например, кто издевается над андроидами Запретить их приобретать Тем, кто издевается над андроидами Извините Как некоторых людей лишают водительских прав Например Наказывать штрафами Может быть даже тюремным заключением В общем, сделать все, чтобы люди боялись Вредить андроидам Ибо это вопрос хотя бы Уважения к труду других людей Которые создают эти машины Но все же андроиды были созданы людьми Прежде всего для того, чтобы им служить Облегчать жизнь, помогать В этом смысл их жизни, если можно так выразиться Их предназначение И как по мне, равные права Это прям чересчур Зачем они нужны андроидам? Как-никак, но их производят люди Детали для них придумали и производят люди Андроиды в какой-то мере зависимы от людей Даже если допустить, что они обрели безграничный интеллект Который позволит им самосовершенствоваться В чем смысл их существования без людей? Андроиды не нуждаются ни в воде Ни в еде Ни во сне Ни в одежде как таковой Я уже упоминала об этом в одной из предыдущих серий У них нет никакой уникальности Все они как куклы с завода с одинаковой внешностью И могут менять лишь некоторые детали в себе Как Норт, например, меняла прическу И Кайра тоже Как они собираются друг друга отличать хотя бы? Они не могут иметь детей Дети андроиды никогда не повзрослеют Взрослые андроиды никогда не постареют Это уже основной факт, который не позволяет Приравнивать их к живым существам Основной огромный факт Да, они могут самовоспроизводиться Но тогда их количество не будет регулироваться совершенно никак Потому что они не будут умирать Не будут умирать и не будут рождаться Ну, рождаться-то будут, но формально Очень скоро они исследуют не только нашу планету Но и чуть ли не Вселенную И что дальше? Да, человечество пока не знает, для чего было создано Да и вряд ли когда-нибудь узнает Но для чего были созданы андроиды Было предопределено с самого начала Потому я просто не вижу никакого смысла в их свободе Маркус задавался вопросом Мол, мы же во всем лучше людей Так почему мы их рабы? Да элементарно потому, что если бы не люди Никаких андроидов не существовало бы в принципе Именно люди сделали андроидов тем, чем они являются Такими всеми из себя идеальными Именно люди сделали андроидов Способными на то, чего не может человек В чем был бы смысл создавать машину Которая такая же, как человек, или хуже? Если бы было проще стирать руками Разве были бы созданы стиральные машины? Если бы мы могли самостоятельно быстро передвигаться И переносить огромные грузы Были бы созданы автомобили, грузовики, самолеты и так далее Сомневаюсь И таких примеров можно привести в море Сцена после титров Это у нас Хэнк И конор Мне очень не нравится тот факт, что по какому пути мы бы не шли Маркус все равно как-то агрессивно выражается в адрес людей Он говорил, мол, я был вещью, был рабом, но решил открыть глаза Но на самом деле Карл относился к Маркусу как к родному сыну, а не как к вещи Именно Карл привил Маркусу сознательность Так что его фразы меня просто на из колеи выбивают Далее Мне непонятно, почему абсолютно все андроиды безоговорочно следуют за Маркусом Я не верю, что ко всем андроидам так ужасно относились, что абсолютно никто не захотел остаться в семье Я не верю, что абсолютно все люди готовы были убить андроида, которого любили Тот же Карл, опять же, хороший пример Плюс эти новые андроиды с полок магазинов Они вообще никогда не жили с людьми и не знают, что это такое По сути, никто из пробужденных андроидов не принимает собственных решений Они просто нашли себе нового хозяина в лице Маркуса и безоговорочно за ним следуют Они не способны самостоятельно защищаться Каждый шаг буквально за ним повторяют У них даже элементарно нет страха как такового Инстинкта самосохранения, как у всех разумных существ, в коеме они себя выставляют Взять ту же Кэру, она не следует ни за кем У нее есть собственная цель Да как и у самого Маркуса, по сути Конор вообще очень проработанный персонаж Но как-то у него было больше свободы воли до того, как он стал девиантом Абсурдно, но так и есть Ибо после пробуждения он, как и все остальные, начинает плясать под дудку Маркуса Мне непонятен момент с Кэрой Если они планировали с Алисой и Лютером оставаться жить в Канаде и притворяться людьми Им же явно нужны паспорта Для паспортов нужны отпечатки пальцев, которых у андроидов попросту нет Если Алиса пойдет в школу, а Кэрой и Лютер на работу, они же не смогут скрывать факт того, что их возраст абсолютно никак не изменяется со временем И что, придется им кочевать из города в город, как семья Каленов и Сумерек? И по поводу безработицы Вины андроидов в этом нет Они просто выполняют запрограммированную задачу Они не пришельцы с других планет, которые просто пришли и себе все присвоили Вина людей в том, что они сами, своими же руками, чересчур очеловечили андроидов Добавили им ненужные функции и так далее Вина людей в том, что они собственноручно поощряют производство все новых и новых андроидов Которые их же и заменяют на рабочих местах Люди продолжают скупать андроидов и обогащать их производителей Как по мне, было бы лучше просто создавать новые сменные детали для андроидов и выпускать платные обновления Чем делать все новые и новые модели с незначительными изменениями Но, конечно, такой подход приносил бы производителям куда меньше доход Поэтому очевидна причина того, почему делают полностью новых андроидов И возвращаясь к рабочим местам По ходу игры мы сами прекрасно видим, почему людей заменяют андроидами Мы видим пофигистическое отношение людей-полицейских Мы видим нарушение санитарных норм в пунктах быстрого питания Мы видим, как легко отвлечь охранников и наблюдателей И прочее, прочее, прочее Ну а вообще, извиняюсь Ну а вообще, на тему этой игры можно очень долго рассуждать Так что я думаю, я уже все высказала И на этом, пожалуй, остановлюсь Подведу итог своего мнения Игра, безусловно, замечательная С глубоким смыслом, очень хорошим посылом Затрагивает множество насущных социальных проблем Но вот если задуматься поглубже над некоторыми спорными моментами Это несколько портит впечатление И тем не менее, игра очень красивая И затягивающая, как по мне И благодаря огромному количеству развилок Проходить ее можно очень много раз И каждый раз по-разному Прохождение окончено Мы с вами получили самую лучшую концовку Которая только может быть Все живы, все счастливы, все спокойно Но игра имеет огромное количество и других концовок И чтобы получить некоторые из них Придется проходить игру не один раз Так что я просто постараюсь найти видео В котором все эти концовки собраны И оставлю ссылку на него в описании Для тех, кому это интересно Возможно, когда-нибудь я и сама сделаю такое видео Кстати, хочу предложить вам еще одну интересную вещицу В этой игре есть дополнительные материалы И среди них имеются модельки персонажей из игры К ним прилагаются описания с интересными фактиками о них Которые не выясняются по ходу игры Так как я проходила игру несколько раз У меня они разблокированы все Если вам было бы интересно на них посмотреть Напишите мне об этом в комментариях И я сделаю дополнительное видео по Детройту В котором покажу вам все модельки персонажей из игры И зачитаю их описание Могу также сделать отдельное видео с концепт-артами Если вам это интересно Вот Есть саундтреки, но саундтреки Вы понимаете, что я не буду этого делать Почему? Потому что вдруг будут авторские права А мне этого совершенно никак не хочется Так что да, если вы хотите увидеть Дополнительные материалы Пишите в комментариях Я сделаю еще одно видео по Детройту Мы посмотрим на персонажей Посмотрим на их описание Ну потому что я Ну лично я не наталкивалась ни на одно видео Где бы показывались вот персонажи Именно Читала, зачитывалась что там у них Я естественно это будет с голосом Я буду читать Не зачитывалась их информация Я этого не видела Могу с вами поделиться Если вы конечно хотите Так что я буду ждать ваших комментариев Буду ждать ваших Отзывов о моем прохождении Мнений об игре в целом Вот так Замечательно Это у нас ветка Битва за Детройт Демонстрация Это ветка Маркуса Вы видите сколько разветвлений Тут играть не переиграть Но так как у меня есть еще игровой канал Я возможно соберусь И буду делать прохождение Там где Конор не становится девиантом Ну постараюсь Там где Маркус ведет гражданскую войну Там где Кэра не такая добренькая Она там берет пистолет Крадет деньги И все тому подобное Я возможно У меня есть игровой канал Как я уже сказала Я уже повторяюсь У меня заплетается язык Извиняюсь Да, на своем том канале Я буду делать также И прохождение Кстати Life is Strange Если вам интересна эта игра У меня есть прохождение на этом канале Вы можете найти в плейлистах У меня пройдена первая игра Пройден приквел И вторая часть полностью Так что Если вы хотите Вы можете посмотреть Но я также буду И на игровом канале Ее проходить И с комментариями Кстати Я уже попробовала на Детройте Вроде бы как Хорошо получается Ну я надеюсь Да, буду проходить Life is Strange И точно так же Там будут другие решения Как бы Решения Плохие решения За Макс Плохие решения За Клою И наоборот Хорошие И прохождение Именно мое Которое Ну как бы В каких-то моментах Хорошее решение В каких-то моментах Плохие Ну чисто Основываясь На моем Личном мнении Вот так и Детройт Ну Детройт Это конечно игра Куда обширнее Это займет Много времени Несмотря на то Что игра сама по себе Это не очень большая Так как подробно Я ее прохожу И все осматриваю Ну И я продолжу это делать В следующих Вариантах прохождения Это конечно Да Будет нелегко Кстати ссылка На мой игровой канал Тоже в описании Ну в описании Вообще загляните Там найдете Ссылку на мою группу Вконтакте Ссылку на мой Игровой канал Программы С помощью которой Было записано Видео И все такое Давайте посмотрим Что еще У нас Последнее задание Конора Последнее задание Конора Мы вообще Не прошли Почему Потому что Это задание Когда Конор Не становится Девиантом А есть еще Его ветка Нет В принципе Все Битва за Детройт Конор Башни Киберлайф А Вот все правильно Вот теперь же Это ветка Ну тоже Тут есть Вариантов Вполно Кера Да Ну Кера Конечно Тут прямо Очень обширная Некоторые Обзорщики Игр Вот жалуются Что самая Первая миссия С Конором Там где он Самая-самая Первая миссия Там где он Пришел Расследовать Дело Девианта Даниэля Который взял Заложница Свою Хозяйку Девочку И говорят Что вот там Вот 6 концовок И это единственная Такая глава Во всей игре Но Вот мы видим Пожалуйста Битва за Детройт Вот Кера Это только Кера И это все Концовки Возможные То есть Вы видите 6 концовок Это максимальное Количество Концовок В игре Но это Далеко Ни в одной Миссии Вот Вы видите Что игра Действительно Очень обширная Ну я думаю Керу схватили Вот кстати Пожалуйста Вот вам еще Одна ветка Если Кера Попадает в Центр Утилизации Пожалуйста Огромнейшая Ветка Ну Давайте мы все таки Остановимся на Маркусе У которого Просто Ветка Неимоверных Размеров Ладно Серия Это получается Я думала Она будет Немножко Длинной Даже Но Видите Как получилось Даже Короче Обычного Но это Ничего страшного Я высказала Своё мнение Извиняюсь Если я повторялась Была немножко Не связана Запинаюсь У меня Естественно Нет сценария Я не пишу сценарий Под свой Летсплей И Мне еще Непривычно Так Разговаривать Высказывать Своё мнение Вот так На ходу На камеру Так что Прошу простить Меня за мои Промахи В этом деле Ну я надеюсь Вы меня поняли Моя точка зрения Вам ясна Опять же Напоминаю Если вы хотите Отдельное видео По Детройту В котором я Покажу Модельки персонажей И прочитаю Их истории И их описание Тоже пишите Об этом В комментариях Если вы хотите Еще одно видео Отдельное По концепт-артам Тоже пишите Покажу Все покажу Вот На этом В принципе Все Если вам Понравилось Это видео Не забудьте Поставить лайк Чтобы увидеть Больше Подпишитесь На мой канал А еще Мне будет Очень интересно Почитать ваши Комментарии Жду Ваших мнений Встретимся В следующих Видео Всем пока Субтитры